Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. В Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум. Компания ХЕРП и правительство Карачаево-Черкесии в рамках форума подписали декларацию об инвестиционном сотрудничестве. Документ предполагает изучение уже имеющихся и потенциальных возможностей участия компании в инвестпроектах республики и совместную разработку инициатив по сотрудничеству в экономической, социальной и других сферах деятельности. В рамках декларации указано, что АрхЕРП планирует провести анализ производственного потенциала региона, чтобы рассмотреть возможность создания производства в республике. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Хамид Канаматов выписан из госпиталя. Министр здравоохранения Казим Шаманов поздравил с выпиской Хамита Абуловича. И от имени главы вручил подарок. Находился пациент на лечении под чутким руководством врачей и всего медперсонала около двух недель с поражением легких 60%. Родные, да и сам пациент благодарны докторам за профессионально оказанную помощь, доброту и поддержку. Сами же врачи говорят, что это их долг и благодарить нужно именно ветерана за мирное небо над головой и победу Великой Отечественной войне. Они пожелали Хамиту Канаматову крепкого здоровья и в полном здравии встретить столетний юбилей. Я такой пришел, а сейчас совершенно ничего у меня не болит. Только много лежал, надо походить дома. Да, да, ну потихонечку только. И восстановится все. Спасибо всему коллективу, всем, кто общался со мной. Только с благодарностью, с любовью. Это незабываемый коллектив. Я очень доволен с восьмым обращением ко мне, к личности, как к старичку, который более всевышнего, наверное. Я еще представляю свое поколение перед молодежью. Вот вы нам и нужны, чтобы молодежи пример показывать. Спасибо. Выразить большую благодарность коллективу нашего госпиталя, который максимально уделил внимание моему папе, Хамиту Абуловичу Канаматову. И каждый день связываемся, созваниваемся. Он просто говорит, что никогда такого внимания не видел коллектив больницы. Ну, максимально все, что возможно, делали, ухаживали. И слава Всевышнему, вот мы его забираем. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 484 человека. Из них 20 136 выздоровели, 116 человек госпитализированы. Сегодня школьники всей страны писали самый массовый единый госэкзамен по русскому языку. В этом году его разделили на два дня. Как проходил экзамен сегодня в 18-й гимназии? О самых волнительных моментах настроений выпускников? И сколько заданий нужно было выполнить? И за какое время узнавала Альбина Ламкова? Сдача ЕГЭ очень серьезное событие для всех его участников. От результата экзамена зависит дальнейшая жизнь. Поэтому каждый выпускник старается справиться с волнением и получить наилучший показатель. Конечно, планирую 100 баллов набрать, а там как получится. Вообще не волнуемся, надеемся на то, что сдадим все по высшим баллам. 24 на 7 мы занимались русским языком. Сегодня у выпускников, пожалуй, самый сложный экзамен. На базе 18-й гимназии Черкеска сдавали ЕГЭ 11-классники 3-й школы 9-й гимназии. Настрой всех позитивный. За 3,5 часа нужно выполнить 27 заданий, которые состоят из двух частей. В первой 26 тестов. А последнее, 27-е задание – сочинение. Надеюсь в Москву поступить. Для этого мне надо более 70 баллов набрать. Волнуешь, конечно, это решающий для меня этап. Как справляетесь с волнением? Просто дышу и всё. Рассчитываем взять от 80 на 90 баллов. Ну, желательно 100, конечно. Отступать на переводчика в международной сфере в Ставрополь. Перед входом в школу организаторы ЕГЭ проверяют по списку всех собравшихся на экзамен. И затем приглашают внутрь. Обязательная дезинфекция рук, термометрия и социальная дистанция. А уже в помещении всё чётко и строго. Под контролем организаторов единого госэкзамена. С собой можно взять только ручку, карандаш, паспорт. Проход строго через металлоискатель. И ничего запрещённого не пронесёшь. Лишние вещи сдаются в гардероб. В организованном штабе пункта проведения экзамена обстановка дружелюбная. Каждый его участник чётко знает правила прохождения ЕГЭ и свои обязанности. Всё готово для того, чтобы экзамен прошёл прозрачно. Онлайн-видео с камер отображает все действия в кабинетах. Наблюдение ведётся. И члены комиссии, если видят какие-то сомнения возникают, идут в аудиторию. И смотрят, нет ли нарушений экзамена. Если каждую страницу показывают на камеру. Ошибки при сдаче ЕГЭ могут быть в разных заданиях. Грамматические входят в число самых распространённых. Эти данные обозначены на основе материала Федерального института педагогических измерений, где собственно и составляются все задания. В этом году сканирование работ происходит в аудитории. Сами организаторы по окончании экзамена производят сканирование работ. И мы эти сканированные работы уже отправляем в РЦУ. В кабинете количество учеников с учётом санитарных требований. Интервал между экзаменуемыми выдержан. Если волнуются все, это нормально, это естественно. Главное – собраться, понять, что учились, готовились. Поэтому всё, мы уже здесь, уже не уйдёшь никуда. Какое задание для тебя самое сложное? Сочинение. Во время экзамена в аудитории находятся только сами участники – организаторы и общественные наблюдатели. Все 11-классники на равных условиях. И тесты разные. Кстати, кто уже сдал экзамен, не сможет поделиться своими заданиями. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза. Ночью в отдельных районах сильный, с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер восточный – 5-10, температура ночью 6-11, в горах до плюс 6, а днём 16-21. И в горах местами до плюс 14. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днём 19-21 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Во Владикавказе проходил очередной форум сообщества. Было отмечено рекордное количество участников около 700 человек из 13 регионов России. Представители нашей республики в их числе. По приезде участники форума рассказали об обсуждаемых темах. Альбина Ламкова продолжит тему. В трёхстороннем диалоге приняли участие представители общественности, бизнеса и власти. Главная задача форума сообщества – выявить лучшие региональные и федеральные практики и объединить единомышленников, готовых заниматься социально ориентированной работой в регионах. Активно в работу форума включилась и делегация из нашего региона, отметила руководитель общественной палаты Карачаева-Черкесии Елена Лешова. Одной из обсуждаемых тем стала подготовка общественных наблюдателей. Подробнее о значимости мероприятия и о его деятельности рассказала Елена Лешова. У нас с вами идёт активно обучающийся процесс. Он практически почти заканчивается. У нас осталось обучить фактически четыре только района. И мы уже заканчиваем. И на этом форуме ещё раз и ещё раз акцентировался главный момент, что общественные наблюдатели, которые представляют интересы всего сообщества, это та, по существу, власть на выборах, которая делает эти выборы открытыми и легитимными. Но всё же главной темой обсуждения на форуме стал общественный контроль как инструмент позитивных социальных изменений. Не обошли вопросы сохранения языка и культуры, подготовки и переподготовки кадров. Мы как раз обсудили вопросы программ дополнительного профессионального образования, переподготовки кадров в меняющейся структуре экономики. И вот в этой части мы как общество ищем ответ на тот вызов глобальный, который нам, собственно говоря, преподнесла пандемия. И с коллегами обсудили вопросы начальной профориентации для того, чтобы кадры готовились к освоению тех или иных направлений подготовки, ещё находясь в школе. Вторым важным блоком является постоянное обучение. Это такая модель обучения через всю жизнь. К сожалению, пока здесь мы ещё уступаем развитым экономикам. На открытой площадке форума сообщества обсудили и тему межнациональных отношений на Северном Кавказе. Очень часто во время выборов некоторые люди или некоторые организации нечистоплотно используют эту тему. Поэтому говорилось о важности общественного контроля в этой сфере, о важности, чтобы общественная палата держала руку на пульсе. Также от нашего региона было предложение, чтобы восстановить курсы повышения квалификации по госконфессиональным отношениям. Двухдневная программа прошла достаточно насыщенно. Интерес к форуму был высок, отметили его участники. Теперь предстоит масштабная работа по воплощению лучших идей в решении насущных социальных и политических вопросов. Альбина Ламкова, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Десять отрядов бороли за звание лучшей. В Карачаевске прошел конкурс «Смотр строя и песни» среди учащихся образовательных учреждений Карачаевского городского округа. Конкурс стал уже традиционным и проводится каждый год. О стройных шеренгах и победителях Мураджан Кезов. Нарядные, подтянутые, в одинаково легко отличимой парадной форме пионерские отряды бодро маршируют по центральной площади города. Чувствуется, как много сил и труда ушло на их подготовку. Участникам предстояло разучить непростые элементы строевой подготовки и представить свое выступление строгому жюри. Организаторами этого конкурса являются управление образованием и подведомственные образовательные учреждения Карачаевского городского округа. Участниками являются из 12 общеобразовательных организаций 10. Первое, на что обращается внимание, это, конечно же, форма детей, участников. Второе, как они выполняют команды своего командира. Также оценивается работа командира, как он отдает эти команды. Далее смотрится, как они выстраиваются в шеренгу по два, по три, повороты, направо, налево. В состав жюри вошли сотрудники администрации Карачаевского городского округа, силовых ведомств и уважаемые жители города. Члены жюри подчеркнули, что смотр строя песни среди школьников – это не только соревнования, но еще показатель сплоченности и слаженности коллектива, воспитания в детях, чувства патриотизма. Подрастающее поколение воспитывается в патриотическом духе. Они не просто идут строем, они представляют себя, наверное, будущими солдатами, будущими защитниками Родины. Там много девчонок, но это же патриотическое воспитание. Девочки вырастут, будут все делать для процветания нашей страны. А мальчики вырастут патриотами и, когда нужно будет, станут на защиту Родины. Уверенно и бойко командиры сдавали рапорт и столь же уверенно давали команды своим подчиненным. Многочасовые тренировки не прошли даром. Все отряды выглядели достойно, дружно пели строевые песни и прошли маршем. Больше дисциплины, тому, что надо уметь рассчитывать на других, и надо доверять своим сокомандникам, и также тому, что надо уметь проигрывать. По итогам конкурса лучшим признан отряд школы номер один Тиберды, на втором средняя школа поселка Аджиникидзовский и почетное третье место у команды средней школы номер 6 Карачаевска. В этот же день на центральной площади прошел конкурс рисунков на асфальте. В нем приняли участие дети разных возрастов. Еще недавно скучный серый асфальт заиграл всеми цветами радуги. Каждый рисунок хорош по-своему. Я нарисовала девочку, мальчика и девочку. И что ты вкладывала в смысл? Ну, чтобы все жили дружно. Благ России. Я нарисовала его, потому что в России должны все жить дружно, все дети. Конкурс детского рисунка завершится и определят победителя, имя которому – дружба. А горожане еще долго будут любоваться яркими детскими рисунками, которые наполнены немного наивным восприятием и пониманием доброты и окружающего мира. Мурат Чантьозов, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма по разным берегам. Субтитры подогнал «Симон»!